Якорь – это стимул, изменяющий ваше состояние. Он может быть связан с любым сенсорным сигналом – зрительным, слуховым, кинестетическим, обаятельным или вкусовым. Ваше состояние обусловлено вашим сенсорным опытом, мыслительными процессами и физиологией. Поэтому если под действием якоря то другое или третье изменится, состояние изменится тоже. Якорь может быть внешним. Представьте, например, что вы видите машину, слушая радио, по которому начинают исполнять некую песню. Мгновенно она переносит вас в определенное лето, проведенное с определенным человеком. И вас схватывает поток тогдашних чувств. Якорь тоже может возникать в вашей голове. Например, иметь форму зрительного образа, который возвращается к вам и пробуждает определенные чувства. Приятные или травмирующие. Ваше поведение может служить якорем для других, инитируя их реакции. Предположим, например, что вы такой человек, который, когда чувствует угрозу, отделяется. Это может вызвать у другого ощущение, что им перенебрегают или его игнорируют. Не исключено даже, что он будет раздражен или обижен. Это как-то окрасит его реакцию на вас, что, в свою очередь, повлияет на ваше поведение. Таким образом начнет формироваться некая цепочка активности и реактивности. НЛП вызывает эти цепочки наикалиброваниями, петлями. Они могут быть чрезвычайно вредными, а могут быть в высшей степени благотворными. Соответственно, их можно назвать порочными или полезными кругами. Если вы хотите быть успешной в своих отношениях с другими, то понимаете, калиброванных кабель важны для вас. Каково действие якоря? Якоря запускают ассоциации или воспоминания. Они могут приводить вас в ресурсное или безресурсное состояние. Зачастую вы не осознаете якоря и их действия на вас. Характерные приемы, примеры якорей. Вспоминая время, когда вы были на коне, вы чувствуете себя более сильным и готовым. Встретить новую жизненную задачу. Наша мелодия, любимая музыка, пробудит чувства и переживания, которые у вас ассоциировались с ней, когда впервые ее услышали. Однако запаха свежего кофе достаточно, чтобы вы оживились и обрели дополнительную умственную бодрость. Когда имеет смысл подумать о якорях? Когда вы внезапно оказываетесь в нежелательном состоянии, возможно, подействовав некий якорь. Когда вы обнаруживаете, что ваши реакции в данный момент напоминают вам события и чувства из прошлого? Когда вы хотите быть в более ресурсном состоянии, когда вы ожидаете ситуации, которая может явиться для вас угрожающей или напряженной? Когда вы можете использовать якоря? Задайтесь вопросом, какие якоря ассоциированы для вас с ресурсными и приятным состоянием? Одной из наших достаточно было надеть определенный костюм, чтобы ощутить себя, как она говорит, готовой к действиям. Другой сказал, что перед любой ситуацией, воспринимаемым им испытанием его возможностей, ему следует вспомнить момент, когда отец ему сказал «ты справился, сын». Тут же его чувства меняются, он ощущает поддержку и признание. Итак, каковы ваши позитивные якоря? Осознайте ваши негативные якоря. Они активизируют ваши неприятные или нересурсные состояния. Иногда бывает достаточно осознать якорь, поскольку осознание всего всегда до некоторой степени меняет ситуацию. Но предположим, что в каком-то случае это не работает. Обсудим, что вы можете сделать, чтобы устранить или ослабить негативный фактор. Например, если всякий раз, когда на работе кто-нибудь говорит что-нибудь определенным тоном, вас охватывает детское чувство несостоятельности. Вам, возможно, понадобится выяснить, с каким прежним опытом это связано и пояснить его воздействие на вас. Но вы можете действовать и по-другому. Произвести изменения в задействованных субмодальностях, например, уменьшить звук. В своей голове либо наложить сверху какой-либо другой звук. Начните отдавать себе отчет во внешних якорях, таких как дом и рабочее место. Способствует ли планировка мебель, отделка тому, чтобы вы чувствовали себя хорошо и в наилучшей форме. Если нет, может быть, стоит изменить какие-то якоря. Вспомните максимально полно какие-нибудь из самых ресурсных ваших состояний и в процессе вспоминания создайте собственный кинестетический якорь. Например, соедините большой и третий пальцы. Проделайте это несколько раз, чтобы выбранное вами движение ассоциировалось с состоянием, которое вы хотите заякорить. Далее активируйтесь в поведственных ситуациях до тех пор, пока у вас не появится уверенность, что вы можете быстро и незаметно вызывать у себя ресурсные состояния всякий раз, когда пожалеете. Теперь используйте его, когда находитесь в напряжении или как средство прервать, либо изменить неприятные или безресурсные состояния. Чтобы укреплять якорь, заведите обыкновенно достраивать его в моменты, когда находитесь на высоте своей формы. Как это делать? Заякоревайте этот хороший опыт, прижимая к другу указательные и средные пальцы. Чем больше положительного опыта вы таким образом заякореваете, тем сильнее якорь.